всех приветствую друзья сегодня очередная новинка из европы я думаю многим этот автомобиль будет интересен интересен тем что это golf 7 кузов универсал вариант проще говоря это 15 тысяч километров оригинального пробега это газовая версия газометановая версия golf 7 cng ну естественно метан с завода ребят два бака один бензиновый другой метановый хорошо подойдет под такси под какой-то микро бизнес может быть до доставка чего-то и так быстро про комплектацию и цену и так 2020 год выпуска цена 2 миллиона 100 тысяч рублей за 15 тысяч оригинального пробега машины швеции поэтому вин оставлю пробивайте все у вас пробьется и увидите что оригинальный пробег составляет именно 15 тысяч километров и так серебристого цвета кузов 16 диаметра литые диски на оригинальной летней резине она соответствует году выпуска машина оборудована максимальными фарами лед дальний ближний есть умыватели фар передние задние парктроники значит дальше вин номер вот он оставляю ребят пробивается через винвак либо каринфа шведский сайт можете пробить оригинальность любого автомобиля и швеции и так значит электро регулируемые зеркала с подогревом есть рейлинги у нас тканевый салон светлых тонов потолок значит сиденье водителя по высоте регулируется значит руль в двух плоскостях сейчас вам приближу 15 тысяч семьсот сорок два километра это оригинальный пробег газового гольфа машина оборудована оборудована передними задними парктрониками мультимедией значит подогрев сидений двухзонный раздельный климат dsg dq200 130 лошадей 1.5 tsi мотор электронный ручник авто холд регулируемый подлокотник состояние прям и запах такой знаете как у нового автомобиля но он по сути является максимально свежим просторный задний ряд сидений ну по сути это такой же автомобиль как и октавия 7 как и ли он сяд ли он может быть чуть-чуть здесь где-то будет чего-то поменьше там на заднем ряду к примеру пространство у гольфа по сравнению с октавией но по базе они это одно один и тот же автомобиль конструктивно так сзади у нас крышка открывается открывашка виде значка и здесь огромный при огромный багажник кстати вот эта вот вещь там сейчас покажу вам есть радиаторик электрический которым оборудованы многие шведские автомобили снизу у нас находятся баки для газа метан выхлопная труба насколько мне помнится должна у них находиться под задним левым колесом где-то здесь ребят вот где-то там я не вижу правда баллоны находится где находится задний подрамник туда они внедрены с завода поэтому никаких проблем значит не должно быть и радиатор который я вам хотел показать который как автономка работает подогревает салон вот такой вот вещь которым оборудованы многие шведские автомобили двух словах рассказал машина но в оригинале насчет 15 тысяч километров 2 миллиона сто тысяч рублей за 2020 год первая постановка по моему двадцать первом году на учет швеции с вами был дмитрий всем всего хорошего всем пока